Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже, благодарим Тебя за все, Отец Сын и Святой Дух, Аминь, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наши занятия. Быстренько, не ставь, писание ручки поднимаем, рассказываем. Вот наступает бень, говорит Господь Бог, когда пришли на землю голод, не голод хлеба, не жажда воды, но жаль, не слышание слов Господь, Амос 8.11. Так, еще кто-нибудь знает? Ваня. Сейчас, подождите, вспомню. Исследуйте Писание. Не, по-моему, сейчас вспомню. Так, кто еще хочет? Итак, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Лука 6.31. И еще, как хорошо и как приятно жить, братья вместе. Салтырь 132.1. Все воскресные школы, один только готов для Царствия Небесного. Никто не хочет местописания знать. Иоанна 3.16. Кто может рассказать центральности в Библии, так? Да. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сыну Своего Единородного, дабы всякие верующие в Него не погиб, но иметь жизнь не вечную. Первая Тимофея 3.16. Левья, не ходи больше на занятия, не надо. Тебе не полезно. Почему? А потому что. Участие не принимаете, сидите с таким снобическим видом. Для чего? Для суждения. Это, я считаю, вам не надо. Вот ходите, пойте там на хоре. Или принимайте участие. Вас попросили подготовиться. Чтобы проповедь была, благовестие. С таким видом сидите прямо. Неприятно. Пусть смотрит. Кто Иоанна 1.16. Иоанна 3.16 может сказать. И воистину. Мирико Богочестия и Тайна. Бог явился во плоти, оправдался в духе, показал себя ангелом, проповедован в мире, вознесся во славя. На неделе какой праздник у нас будет? Следующее воскресенье. Кто может сказать? Тарасий, какой будет праздник в следующем воскресенье? 7-го числа. Рождение Иоанна Крестителя. Рождество Иоанна Крестителя. Кто может рассказать об этом событии? В каком Евангелии мы подробно читаем? Об этом событии. В Евангелии от Луки подробно рассказано. Лука так подробно пишет. Прямо видно, что пишется слово Богородицы. Богородица. Все эти слова слагала в сердце своем. Хранила их. Кроме нее свидетелей не было. Она только могла ему так подробно рассказать. И что мы читаем? Что был священник Захария из Авиевой череды, который служил в храме. В толковании написано, что он был первосвященник. А первосвященник только мог раз в год по жребию ходить и годить в алтаре, святая святых, Господу. И вот во время этого кождения явился ему ангел. И Захария молился, чтобы Бог отпустил грехи народу Израилю. Как священник всегда об этом молится. И он говорит, услышана твоя молитва, Захария, перед Богом. И Бог пошлет Избавителю, который спасет народ свой. И ты родишь сына. И ты родишь сына. Ручку надо поднимать. И он будет велик пред людьми, не будет пить вина и секера. И Духом Святым исполнится еще от чрева матери своей. И Захария поверила ему сразу? Слушай, я не поверила ему Захария. Он сказал, как это может быть, когда я, говорит, уже старый, жена моя в преклонных летах. Он говорит, я, Архангел Гавриил, стоящий перед Богом. И за то, что, говорит, ты не поверил моим словам, ты будешь молчать до тех пор, пока не исполнится то, что я возвестил тебе. И Захария сразу потерял и речь, и слух. Слух за то, что он слышался. И он имел от того, что он уже не мог, чтобы ничего сказать, пока не исполнится. И когда он вышел к народу, а народ ожидал его дольше, чем обычно, и увидели люди, что он не может говорить, объясняется с ними знаками, поняли, что было ему видение в храме. Когда закончились дни его служения, неделя эта, он вернулся в Нагорную страну, в свою иудею, в жене или совете. Она зачала сына Иоанна своего. И таилась пять месяцев. И говорила, призрел на меня Господь, чтобы снять с меня поношение среди людей. Потому что раньше считалось бесчадство, это такое, чуть ли не проклятие от Бога. Что люди эти Богу не угодны, они не исполнили заповедь, что все ждали Спасителя, а от них никто не родился, никого они после себя не оставили. Даже в наше время детишек нет, вроде бы как и семья уже не состоялась. После себя и оставить никого, продолжителя рода. А тогда тем более это у них было. В шестой же месяц послан был Архангел Гавиил в город Назарет, в Деве Марии, обрученной Иосифу. Привился и сказал, благодатное, Господь с тобою, благословенна ты между жены, благословенна ты чьё твоя. И она начала размышлять в себе, что бы это было за приветствие. Можно, в житиях её находим, что раз она не испугалась, а только удивилась, что за приветствие. Значит, видела уже она ангелов раньше. Мы про неё в житиях читаем, что она жила при храме, где-то какое-то отделение, где женщины, может быть, девы жили, воспитывались как-то. Как сейчас при монастырях мы видим, монахи и девушки воспитываются, женщины. Чем занималась Дева Мария в монастыре, кто знает? Дева Мария, что в монастыре делала? В монастыре. В монастыре при храме что она делала, воспитывалась когда? Родители у неё у неё дали рано, она была маленькая, её отдали. При храме она жила. Что она делала в храме? Молилась. Молилась, так, правильно. Что ещё делала? Читала она Библию, Ветхий Завет, читала очень, была грамотная она была. Её обучали там. И занималась она рукоделием. Она любила вести, вязать, там шить, что девушки делают обычно. Она делала одежды для священников. Богатые, хорошие одежды, профессионально делала. Она когда даже вышла замуж, написано, не оставляла своего делания. В течение всей жизни она делала эти одежды. И вечером уже, вечером написано, приходил ангел и приносил ей пищу. Поэтому она его не испугалась, только смутилась, чтобы запринеться. Во всём воздержание было, раз в день, вечером. Весь день пребывая в молитве и в трудах, в чтении Библии. Вот когда ей ангелы лился, она стала рассуждать. Приветствие это благочестивое или не благочестивое? Потому что она была девушка целомудрена, прилично ли ей? Что он называет её женой? Что она зачнёт, зачнёшь вас в очреве, будто святого. Думает она, она говорит, как это будет, когда я мужа не знаю. Она не спорит с ним, она просто желает подробно узнать, как это событие произойдёт, уточнить, чтобы не было соблазна. А вдруг это не ангел его соблазнитель? И ангел ей объясняет. Дух святой сойдёт на тебя. И сила Всевышнего обымет тебя. Поэтому и святой она речётся Сыном Божьим. Она сказала, что Дева Мария ответила. Кто может сказать? Один Дед Серёжа знает. Кто знает, что Дева Мария Ангела ответила? Да, все раба Господня добудет по слову Твоему. Она согласилась. И тут же отошёл от нее ангел. Всё, миссия исполнена. И написано, Дева Мария встала. Она с поспешностью пошла в Нагорную... А, почему она пошла-то? Он её укрепляет. Он укрепил ещё из кого-то Елизавета, родственница твоя. И она в старости зачела, потому что не останется у Бога, не исполнено никакое слово. А в то время, если Дева зачела, её что должны были без мужа? У них правила строгие были. Блудницы не было. Если какую-то блудницу обнаружили, должны были побить камнями. Она не могла ни с кем поделиться этой новостью. Никто бы не поверил в её. Рыб бы её сразу побили камнями и всё. И она должна была сохранить этого младенца. Вот такое чувство, когда распирать бывает, что так хочется поделиться этой радостью. Единственный человек, с которым она могла поделиться этой радостью, была как раз Елизавета родственниц. Это первая причина она пошла. А вторая причина была, она точно хотела исследовать, убедиться точно ли так ей возвестил ангел. Проверить всё. И она пошла в Нагорную страну, в эту Иудею, где жила Елизавета. Они были оба из рода священников, левитов, и Захария, и Елизавета. Из царского рода. И у Давидова у неё. Там ещё. При Ароне. У Арона была полунов. Жена тоже Елизавета. Как оказалось-то, что Елизавета была из Давидова, а Захария из Левитина. Что Арон ещё взял. Это Елизавета-то первая. Поэтому так у них оказалось. Они родственницы с Девой Марией. Дева Мария была, потому что от царя Давида и Иосифа. Правильно. А Елизавета, Захария, они священники. Вот родственники оказались. И когда Дева Мария зашла к Елизавете в гости, что произошло? Я взыграл Матерь Господа моего ко мне. Ибо когда голос приветствия Твоего дошёл до слуха моего, то взыграл владенец радостного чреве моём. Иоанн Креститель – это самый великий пророк. Толкование написано «велик», потому что от чрева Матери был исполнен Духом Святым. Если другие пророки избирались в возрасте в каком-то Богом на проповедь, чтобы народу нести Слово Божие, то Иоанн Креститель уже от чрева Матери был пророком. Это первое, почему он великий пророк был. А второе, потому что он ближе всех к Господу был. И пожилёт ангелу моего приготовить пути мои предо мной. Ближе всех был ко Христу. И возвестил о нём людям весь спасение. Вот эта семья такая, что все из-за Иоанна Крестителя стали пророками. Он этот пророческий дар сообщил и матери, и отцу своему. И мать стала пророчицей, и отец Захария стал пророком. Потому что такой у них великий сын. Запомните, семья пророков. Захария, Елисавета, Иоанн Креститель. И сразу Дева Мария начала с ней делиться. Величит душа моя Господа. Она сразу вот эту радостную месть ей изливает. Что презрел Господь на смирение рабы своей. И пробыла Дева Мария с ней пять месяцев. Я думала, почему она не дождалась. А в толковании написано, что неприлично было Деве находиться там, где было большое скопление народа. И когда в восьмой день пришли обрезать молодьенца, все стали бездеть. В Израиле было положено обрезание. Это Богом избранный народ. Они отличались этим от остальных народов-язычников. Бог им дал при Моисее обрезание. Каждый младенец мужеского пола в восьмой день должен был быть обрезан. Только мужчины, как главные. Это отличие их было главным. Если первые люди, еще они обрезывались в взрослом возрасте. Потом уже малыши как-то рождались. Когда закон дан был еще при Моисее, они все обрезались в один день там взрослые. Только сказано было все. День суббота был специально для этого выбирался. Но потом восьмой день тишина. И только после этого обрезания давалось имя ребенку. Как посвященному уже Богу. Достойному быть избранным Богом. И вот когда родственники пришли, младенца обрезали, все радовались, поздравляли или совету. Радовались за нее и за Захарию. И спросили, как назвать младенца. Она говорит, Иоанн. Они говорят, почему нету такого никого в роду? Положено было называть из родственников кого-то. Может быть кто-то знаменитый чем-то был. Достойный, из предков. Сказали, давай назовем Захарию. Отец старый уже. Память о нем останется на земле. Захария будет вместо него. Он говорит, нет. Называть его надо Иоанном. Они тогда стали спрашивать отца. Ну вот почему мать она не понимает? Женщина. Надо отца узнать. Как его мнение? Он попросил что? Что попросил Захарию? Дощечку. Дощечку. Может быть углем или мелом каким-то писали. И написал Иоанн, имя ему. И тут же что случилось? Руку поднимаем громко, четко, чтобы на камеру все слышали. Иоанн, имя ему и начал говорить. Сразу открылись. У него уста написано. И начал он благодарить Бога, что он посетил народ свой. И начал с младенцем говорить. И ты, младенец, будешь пророком Всевышнего. Ибо посетил народ свой Господь. Послал пред лицом Божьим его как пророка. Он с младенцем говорил. Удивительно. Читая толкование там написано. Потому что он пророк и уже мог понимать. Даже будучи младенцем, Духом Святым мог понимать эти речи. Но я думаю, не только для этого он ему говорил. Написано большое скопление народа было. И говоря младенцу, он проповедовал и всем окружающим людям, которые собрались. И люди были в страхе написаны. Думали, что бы это был за младенец сей. И они всем шли и рассказывали дальше. Это была проповедь уже. И что мы еще об Иоанне Крестителе почитали дальше. Что он великой Духом не пил вина и секьера. И от рождения был Духом Святым исполненным. И написано в каком году он ушел в пустыню. Написано и возрастал младенец. Он укреплялся Духом и телом. И воспитывался в пустыне для появления своего Израиля. Когда Господь его воззвал оттуда, это ему уже было 30 лет уменьшим из пустыни. Со скольки лет не написано? Ты не читал житие Иоанна Крестителя? С какого возраста в пустыне он ходил? С раннего детского возраста по житию. По житию? Да. А он один там был? Да. Потому что отца убили, а отца жил. Родители-мученики получаются. Убили родителей, ребенок в детстве. Ну, вот сейчас представьте. Даже, не знаю, даже Тарасий с Ваней, я не знаю, выжили бы вы в пустыне. Что мы читаем, он ел? Акриды и дикий мед. Акриды и дикий мед. Я рассуждала над этим. Ну, пустыня. У меня хорошо в огороде. Деревья пышут, там пустарники, цветы, пчелки мед собирают. Что такое илдейская пустыня? Это каменистая, выристая такая местность. Я не знаю, есть ли там вообще какие-то растения. Но может быть, когда дождь проходит там несколько раз в год. Ну, а из чего-то же пчелки собирают мед. Вот. Это ладно еще, это вот мед они собрали даже, предположим, сделали. И где-то там в камнях, может быть, и сделали, отложили. Да, так это еще найти надо. И вот представьте, как ел Ан-Креститель. Такое питание. Можно считать, что как Ангел Божий он жил, с Духом Святым практически. Потому что вода в пустыне. Где? Это надо найти воду. Надо найти пищу. Укреплялся он Богом. Я думаю, если уж пророку Ильи прилетали вороны, приносили ему мясо, хлеб. Возможно, и уж дитя такое божественное, Ан-Крестителя, Бог тоже посещал ангелами своими. И они его не оставляли. Потому что младенец, один в пустыне, невозможно, чтобы выжил. Бог следил самым предлицом Господа проповедовать. В возрастном возрасте. Носил одежду из дружиев. Который, это даже взял одежда. ПЕСНЯ 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 Субтитры сделал DimaTorzok